да алло да пошел ты нахуй понял пиздуха пиздух блять вот номер от телефона высветился сейчас милиция возьмется зато вакцинзюха и все на лицо окажетесь вот тебе айлло будет да милиция это да милиция она высветится вот та сука спидывая да здравствуй мардаствуй нахуй нахуй куда она 325 на телефон пизденыш 325 нет нет да зинаида николаевна ну в чем дело а почему вы из дома не выходите а почему вы из дома не выходите ты че за мной смотришь а мы ждем вас мы с камерой тут сидим у подъезда а у подъезда с камерой да ну и че да что то а мы хотим чтобы вы вышли мы вас будем снимать ну снимайте я открою дверь и снимайте а можно мы к вам поднимемся поднимайтесь а вы нам дверь откроете конечно а вы не будете в нас ничем плескать там вы угрожали как то нет не буду а полиция будет нет а может без полиции все таки заткни ебло понял нет твои камеры мне похер хоть сотню раз ты фотографируй мне нахер они не нужно мне безразлично напотографируйте вы меня или нет мне все равно а поймают блять так получит срок а вы знаете что у вас Надя хочет квартиру отобрать и она Надя у меня прекрасная дочь и квартиру никакую не отбирает а помогает мне материально одевает обувает денежки дает на питание она же у вас таблетки отобрала какие таблетки но у вас были витамины какие-то куплены она отобрала и все а ты видел а вы рассказывали кому кириллу кириллу рассказывала да у кирилла сдохла бабушка а не знаю не проверял а он сдохнет а что же вы а вслед за ним вы подохнете а почему нахуй а почему вы его так да а что вы врете никакая бабушка ни у кого не сдохла а да что ты звонишь ёбаный врод блять заебни тебя у тебя знаешь телефон вышел уже не раз на телефоне моем номер что дальше а что дальше заткнись дальше а дальше сейчас созвоню по 02 на петровку чтобы меня заебали и узнаю где ты проживаешь ёбаный врод ну и где я проживаю вот узнают федерастов у тебя голос такой эндорастический это у всех федерастов такой голос какой потому что едут 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 и так едут что не крякают и голос не меняется меняется что не сохло а вы вы говорите что тварь чтоб у тебя заебали твою мать у забора ой Зинаида Николаевна вы меня не оскорбляете это не поможет вам совершенно ой да а ты-ка мне хоть шокью раз звони а я сейчас дам вот номер телефона и зайдешься да ты мило дам номер телефона да а что он вам сделал такого вот Кирилл тогда он сразу скажет где ты проживаешь в ту ты ебаная в рот а что вам Кирилл плохого сделал скажите пожалуйста и что Боровинская то как крякает 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 да ебут ее ебут ну вот зайди она просится поебаться айда я при чем тут айда поеби ее да Зинка как мне скайп установить я вам хуя надо тебе не доеблим в жопу кровь идет да и к тарке твоей голубой ебаный Зина Зина из магазина смотрела паран тиви сейчас передачу про проклятие да уже сейчас там передача про проклятие была что 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 ты говоришь такое у тебя хуй вытащили да что ты такое говоришь ну вытащили как можно ты что на меня вчера птичка накакала из-за тебя это все твои проклятия ты накакала ты накакаешь своей матери на на голову на голову мне птица накакала на голову накакай на бычковой заеби бычкову она ребятей хуя надо да ладно что серьезно что правда не сомба а то в старлик не проебывает ее Да? Это я, Константин Абрамов, Зинаида Николаевна. Здрасьте. Алло? Зинаида Николаевна, это я, Костя, Константин Абрамов. Здравствуйте. Чего? Я Константин Абрамов. И хуй с тобой? Дальше что? Мне тоже звонят хулиганы разные. Что надо? Ну, это я, мне поганые хулиганы звонят, Зинаида Николаевна, и вам звонят. Давайте вместе бороться с ними. Куда звонят? Куда звонят? Мне звонят целый день, хулиганы звонят мне. Хулиганы, хулиганы, хохляпшая роза. Ну, звонят мне, и вам звонят. Да? Добрый вечер. А? Добрый вечер. Ахуй ты вечер. Ну, что педераст? Я бы в сауну хотел помыться. Что педераст тебе надо? В сауну помыться. Что тебе педераст надо? В бане помыться. Звони. 8-495-601-308. Позвони туда. А чей телефон скажи? А? Чей телефон? Кто там живет? Телефон? Мария. 20 лет ей. Вот к ней позвони. А я к тебе хочу звонить. Зачем мне к ней звонить? Пошел нахуй. Понял? Понял? Отодрал? Отодрал. Ох, отодрал. Свою мать в жопу. Николаевна, с днем рождения. Что ты? Поздравляю. С днем рождения вас поздравляю. Спасибо. Как у вас здоровье? Ну, слава Богу. Нормально. Зинаида Николаевна, всего вам самого хорошего. Чтобы к вам относились и ваши родственники, и вас любили и ценили. Вы замечательный человек. У долгих вам лет жизни. И всего вам только самого наилучшего. Больше улыбайтесь. Вы просто замечательный человек. Ой, замечательно стало. Заводите, доводите меня. А сейчас поздравляете. Ну, не то, что заводим, Зинаида Николаевна. Вы самый лучший человек. Вы мировой просто человек. Вам долгих лет жизни. И чтобы всегда у вас в жизни было все хорошо. Чем заводить, так лучше было. Взяли бы тульпаны, бутыли, подарили. А вот, Зинаида Николаевна, я прилетаю 3-го в Москву. Я хотел бы действительно вам подарить цветы. И какой-нибудь сувенир из своего города. Хочу вас поздравить. Действительно, 3-го числа буду в Москве. И вот обязательно приеду вас поздравить лично. Откуда приедешь? Из Белгорода. Ага. Вот. 3-го прилетаю и обязательно поздравлю. Вам вот действительно, вы меньше злитесь. И просто чтобы у вас всегда в жизни было все хорошо. Ну ладно, спасибо. Все, до свидания. До свидания. Долгих лет жизни вам. До свидания. До свидания. Да? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А что кто-то? Это ваш, можно сказать, фанат. Ну так вы не знаете, что я болею. Вы еще меня домогать решили, да? Нет, 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 нет. Я только звоню поинтересоваться вашим здоровьем. А моим здоровьем? Как вы себя чувствуете? Ну плохо. Ну что, как я могу чувствовать, когда у меня 3 заболевания? Сердце, давление и нога. Ой, ой, ой. Как я могу чувствовать при этих болезнях? А вы же в больнице недавно были, да? Да, 2 месяца лежала. Вот. Плохо, если будет, снова положат. Только не сейчас, а ближе, в зиме. Если я жива стану, не умру. Чтоб вы мне не доканали. Сейчас вроде вас никто и не доканывает. Или все-таки есть такие? Ладно. Хоть не это. Ну сейчас очень редко, очень. Один раз позвонит, и то больше не звонит. Нет. О здоровье вам. Только это самое. Не звоните, ладно? Сейчас. А это правда, что вы с Кириллом поругались? А? А это правда, что вы с Кириллом поругались? Нет, мы не поругались, и ругать я не собираюсь. А чем я с ним буду? Просто злые языки такие слухи распускают. Ну, прекрасно. Он ко мне хорошо относится. Я к нему хорошо отношусь. Почему я должна оскорблять молодого человека? Почему? Ну, конечно. За что? Вот. А вы что, фанаты? Можно сказать. Звоню из Волгограда. Ага. Из Волгограда? Ну, ладно. Хорошо. Хорошо. Ну, только не звоните. Ладно? У вас Надя не достает? Нет, не достает. Она уехала. А то я только засыпаю и звонок. А знаете, для меня заснуть это вообще. У меня же боль еще в ноге страшная. Ну, ладно. Здоровья вам. Ладно. Спасибо вам. Всего доброго. Да. Ну, ты что, не выписан еще? Нет. Ну, когда ты будешь писать в интернет? Ну, как выпишешь, так напишу. Сейчас какая-то спешка, что ли? А мне хочется, он читал гадина-то это. Ну, как выздоровлю, так сделаю. У тебя адрес-то его, Сергей Посадский-то есть, да? Есть. Вот смотри, его обязательно не теряй. Писать надо, чтоб люди почитали, где он живет. Я сейчас им партию звонила. Я хотела сейчас корочку себе поджарить. Угу. Ножки. И посмотрела. У меня коробка. Большая коробка была. Со цветами. Это какие-то в баночках таких закрученных продаются. Они дорогие. Я еще жене вот тогда мне посылала. Женечка привозила, Вера посылала. Я покупала здесь штук 50, наверное, этих флакончиков было. Ни одного не осталось. Ни одного. Падло. Все уволок. Даже специй уволок. Вот он какой мелочи. Угу. Это гадина моя. Все давала. Все. Не звонил Кириллу-то? Нет, я ему звонил, он не берет трубку. Не берет? Неа. Вот. Он вчера позвонил, мне говорит, очень поздно прихожу. Ну поздно было, время-то много было уже. Девять по-моему. Но я ему знаете во сколько звонил? Сейчас скажу. Аааа. Так. Ну где-то в шесть вот так вот звонил. В шесть рано. Он на работе. В шесть рано. В шесть рано. Не звони ему в это время. Он на работе. Ему по-подне звони. Вот. Я говорю, мы с Максимом разговаривали. Он сейчас на больничном. Все, заболел, говорю. Я говорю, позвонит, поговори с ним. Вот. Позвонишь по-поднею. А он говорит, хорошо? Да. Он сказал. Да, говорит. Да. Ну тогда позвоню, конечно. Тут какой-то… Я перезвонила, мне сказали, что… Ну как, по скайпу он звонит или как, но не телефон. Вот. Это скайп. Это скайп сто процентов. Мне так тоже наяривают. И постоянно разные номера. Четыре, девять, пять, да? А дальше там какой-нибудь идет два, три. Вот такое вот что-нибудь идет. Непонятные номера. И звонишь, там гудки короткие идут. Ничего. Ничего абсолютно. Да. Номера разные. Да. Номера разные. У меня такой же. У меня такой же был. Я говорю, ну тебе какого хера надо? Ты че, говорит, так звонишь? Вторая, говорю. Угу. Сейчас я… Не бросай трубку. Хорошо. Алло? Алло? Да. Света Николаевна? Да. Света Николаевна? Света Николаевна сдохнет. Пошел нахуй, сволочь. Понял? Приложите трубку, приложите трубку. Вот. Ну давай. Ты скотина, перестань сюда названивать. Уёбок. Уёбок, блять. Уёбок. Перестань сюда названивать. Позовите Зинаиду Николаевну. Нахуй пошел. А не Зинаиду тебе Николаевну. Сука, блять. Позови, знаешь, кого? Да вот. Пошел нахуй. Вот. Вот. Вот этот сволочь. Вот это. Голос его. Голос его. Вот это. Два дня позавчера. Вчера. Кирилл брал трубку. Говорит. Ты не звони сюда. Не звони. Вот. Ну вот так же отвечал. Через трубку. Вот. Ой, что он вытворял. Ой, что он вытворял. Говорит. Ну суки, блять. Вообще. Вот. Ну что только не говорят. А мне кажется. Знаешь что? Это не какие вот эти парни. Нет. Эти парни уже отстали звонить. Они не будут звонить. Они ко мне нормально относятся. Всё. Это, наверное, уёбище этого священника. Вот. Так наверняка. Посмотри, Динаиду Николаевну подави. Наверняка. Наверняка команда. Вот это уёбище, в котором бандюга сидел маляр. Его жена. Вот там сходище. И сынок. И все. Вот это. Больше брать трубку не буду. Нахуй он нужен. Вот. Вот это всё. Но только не эти парни. Нет. Эти парни недавно ко мне приходили. Ну, не заходили в квартиру. Сели там лифта. Угу. Вот который сидел в интернет. Вот они. Они не будут названивать мне. Я их по голосу знаю. По телефону. А это вот уёбище звонят. Уёбище. Вот. Вот гадина, а. Сволочи. Вот так вот. Вот так вот. А потому что в интернете сейчас их номера телефонов. Видно, им наяривают. А потом я отдала им. Но они явно поняли, что надо вот таким манером меня доводить. Только ничего не выйдет. Я вот брать трубку не собираюсь. Не мой номер. Сейчас будет названивать. А у меня было. Я один раз трубку взял. Они молчат. Ну. Второй раз взял. Молчат. Третий раз взял. Они говорят, когда ты сдохнешь. Я как давай их материть бросил трубку. Они мне потом весь день названивали. Весь день. Да, да, да. И я даже отключаю трубки. Отключаю телефон. Чтобы они не звонили. Вот. Им повадно, когда отключаешь телефон. Им повадно. Вот видишь, замолчали, заткнули. Им лото. Вот. Это и они, они. Это все банда эта. Она меня всяко материла. Этого бандита-то, женушка. Всяко материла. Вот. Что она только не говорила. Ой. Это ужасно. Такие вещи говорят. Да нафрать, пусть хер с ними хоть что-нибудь. Сухое говно к жопе не пристанет. Вот так. Пусть они хоть что говорят. Мне вот это не колышет. Не колышет. Гадина. Вот они и этому видимо. Или на телефон к нему Кириллу звонили. Или в интернете. Я не знаю. Так вот это все одна банда. И мне, и Кириллу, и вам. Всем нам звонят они. Еще Надя там говорит, что я в банде. Так если бы я был в банде, они бы мне разве бы звонили. По десять раз на дню. Вот так вот. Вот она, вот она кого в дом взяла. С кого она взяла. Она бандюгов взяла в дом. В дом взяла бандитов. Самых натуральных, отъявленных. Сегодня этот батюшка служит. Нету больше ничем в интернете интересного. Нет пока. Но надо выложить, надо выложить. Обязательно. И не только, а каждый день надо подновлять действия. Пусть их там забирают, разбирают. Не знаю, что делают. Вот. Ведь она, если только с заявлением в органы. Ведь она отвечать будет так же, так они. Они вместе кто-то отдавали и присутствие ее. Вот. Вот так. Гадина. Гадина она мне что настрила в жизни. Она мне сердце мое остановила. Больше я с ней никаких дел не имею. Никаких. Все. Закончила я все с ней. Абсолютно. Сюда больше она придет, она только вещи возьмет. И то присутствие свидетелей. А так я ее пускать не буду. Она еще меня изуродует нахер. Толкнет или еще что-нибудь сделает. Да. Она непредсказуемая. Вот. Даст мне порожа и я упаду с этих ходунков нахер. Нет, я ее пускать не буду. Пусть хоть что делает она тут своими. Женечку еще манила. Я же не все объяснила. Ни в коем разе сюда не ехать. Приедешь, она тебя оставит. Оставит здесь. И вся учеба на сморку пойдет и все. Я говорю, даже ребята, говорю, и те мне сказали, парни, что ты, чтобы ты не ехала сюда, говорю, пока не будет 18 лет. Там она уже самостоятельно. Ты в 18 лет куда ездил самостоятельно? Съездил. Ну, вот сейчас съездил в Израиль. Ну, не самостоятельно. Ну, сейчас тебе ведь не 18 лет? Ну, сейчас-то нет уже. Ну, 18 лет уже все. Совершеннолетний считается человек, да? Да, да. А? Да. Вот. Совершеннолетний. Что за свои какие действия или что он уже будет отвечать по всем законам, да? Конечно. Вот. А до 18 лет у нее опека. Надень ее опекунша. Она полно имеет право ее хоть куда везти, хоть что с ней делать. Это опекун. Ой, слава тебе, Господи, что через два месяца эта вся опека нахер на сморку пойдет. Вот. Она ведь в суд бегала, узнавала, что, почему не до 21-го года у нее опека до 18-ти, а если бы ее мать родную веру лишили бы материнства, опека была бы у нее до 21-го года. Понял? Угу. Вот так. До 21-го. А поскольку мать не лишена, как, материнства. Материнства. Вот. Опека до 18-ти лет, она говорит, а сейчас можно ее лишить материнства? А сейчас уже поздно, говорит. Материнства. Все ей сказали поздно. Она уже совершеннолетняя. Вот. Через месяц-два. волка. Волка взорвалась. зарыпалась. Рыбенок. Че, все. Отвозила ее по-моему, прям. Отвозила. Не давала ребенку два года учиться. Хотела вообще не давать учиться. Они, че, говорят ей учиться? Эти священники говорят, не обязательно учиться. Надо в Бога верить. Вот, че они говорят, а? Падлы. Падлы. Ну, сектор-то еще, так, Забрамцев. Ой, это ужасный эффект. Ужасно. Где Женя стандержал? Они самой Наде мозги промыли. А и промыли они хорошо. Ох, мыли. Три года. Три года. Высасывали, высасывали, высасывали деньги. А она дала рожу ту свою пялила. Вот допялила, блядь. Вот. Сейчас ты этот подвернулся. А этот меня все обработал. Вот так. Вот. Вот что, в нашей семье какая оказалась история. нет, надо надо людей, надо людей по интернету предупредить, чтобы с ними с таким пройдохой, бандой люди в храме у меня с хорошего. Он не одну квартиру, он же машину, джип забрал у бабок. Ну, так она отдала ему. отдала. Она отдала-то ему как, под гипнозом ведь отдала. Джип этот. А потом он мужика-то на четыре годика хряпнул. Хряпнул. Потому что он начал рыпаться, да? Вот, да. Мужик-то что-то там за... давай видимо за машину-то не знаю чё? Вот. Ну и всё. И дарыпался на четыре года. Вот как он умеет уделывать просто. Угу. У него, говорит, очень много машин дома. Охранник сказал. Он ездит, говорит, на разных машинах. Вот бы номер списать машину и узнать, на ком эта машина зарегистрирована. Даже у дома можно выследить его. Или у дома, или у церкви у Елуховской. Даже, мне кажется, это проще будет. Потому что туда целое дело ещё ехать. Вот тут Сергий в посад. А так тут можно. Вот у Елуховской церкви запросто можно его подкараулить. Он ездит. А то приезжает, говорит, на Мерседесе. Ну, представляешь, какие машины у него. Ну, так бабки-то. А ты чем день занимаешься? Бежишь? Нет, я сейчас вот перевод делаю, перевожу. Какой? А мне преподаватель по шахматам сказала сделать ей перевод. И она мне засчитает за полсеместра. Ну, полсеместра у меня как... не буду я ходить на шахматы, потому что помимо того, что у меня столько пар, мне еще надо успевать на шахматы. У меня в прошлом году вообще какой-то кошмар был с этими шахматами. Заставляют нас на эти шахматы ходить. Вот. Ну, а сейчас она сказала, вот сделай мне перевод с русского на английский и можешь полсеместра отдыхать от шахмат. Ну и все. Видишь, что денег не дашь тебе? Нет. А? Нет. Ну, ладно, хотя толсеместра будешь все, ходить не будешь, болтать все туда. Так это целое дело. Раньше же на беговой были шахматы. Сейчас перевели в другое место. Еще дальше. Теперь кошмар. Ну, скоро у вас трамвай-то пойдет к вам, нет? Ой, трамвай еще не скоро. Трамвай где-то только в семнадцатом году начнут строить. О! Еще строить только будут? Только строить. Сейчас только планировка идет. А строить аж в семнадцатом в восемнадцатом начнут. А это развязка, которая на Симферопольское шоссе. Она уже должна быть сдана в декабре. Вот. Ну, это недолго осталось. Ну, и все равно к вам пойдет какой-то транспорт, да? Нет, к нам и так сейчас транспорт ходит, только нам долго ехать от метро, потому что пробка. А сейчас делают, что не будет пробки. Ну, ладно, хоть так. Хоть без пробок будешь ездить. А вот в Женеве есть пробки, интересно? Нету, нету. Нет? Какие там пробки? Ну, какие там пробки? Там нет столько машин, жителей? Жителей-то нет? И народу там не столько. Здесь сколько? Больше 10 миллионов, а там что? Там вся страна, так как Москва, и Московская область. Вот вся страна. Да какие там пробки-то могут быть? Беженцы-то бегут в Европу. Бегут, да? Сейчас Меркель закрыла границу, Австрия закрыла границу, Швейцария вроде бы это придурочная президент. Ой, мы будем размещать беженцев. Сейчас заткнулись тоже, не будут они, видимо, принимать беженцев. Вот. А Меркель-то когда пердунья-то уйдет под шапку-то? Когда? Не знаю. Уйдет она тоже до смерти? Фашистка будет до смерти. До смерти. Правильно. Это натурально фашистка. Вот. Вашим нашим. Подстилку. Она. Вашим нашим. Вот. С Порошенко то с Порошенко целуется, милуется, то не знает с кем. Собака. Шлюха. Шлюха натуральная. то маму целует. Вот. Везде успевает. Да еще литовская там лидище. Литовская это. Да, Лея Грибовская это. Вот. Это еще, блядь, такая же, как эта проститутка. Ой, вот у власти так кто стоит. Какая это махарь. Так. Так. Таким народом. А народ гибель не махарь уже. Все заткнули лопату свои. Заткнули. Пенсии по пять тысяч получают, с голоду взбыхают. И молчат. Рот не развивается. Ага. Рот не развивает, боятся. Вот как приезжали. Вот так приезжали. сами жрут, пьют, одеваются, разъезжают. Сейчас не пускают, а вам как-то не пускают наших туда, в Америку? Сейчас сказали, я вот недавно разговаривал с людьми, которые подавали на американскую визу. Сейчас сделали нужную страховку. Обязательно нужно дать знать ему посольству, куда ты конкретно едешь. Раньше можно было прийти и просто сказать, мне нужна туристическая виза. Платишь сбор. Все, ставят штамп визу и поехал. А сейчас вот так сделали. Опять, как было раньше, сейчас опять так сделали. Ну, пускают, да? Ну, не пускают, ограниченное количество людей пускают только. А из правительства по-моему никого не пускают. Нет. Нет, нет. вот. Вот так. Ну, пускают, может, немного кого-то, может, родня или кто-то живет. Так и то надо в банке деньги показать и все показать. Да, сейчас у них контроль. Сейчас они так не пустят. То приезжали с одним долларом туда езжали, а там вытворяли дела. А сейчас лавочка закрылась. Кир. Ой, а готовит тебе бабка или сам-то? Бабка, ну, это у меня температура была несколько дней. Ну, бабушка. Она за тобой укаживает? Да. Вот, видишь, все-таки она тебя любит. Конечно. Вот. И укаживает, и, наверное, и чаек подавала, и травки, наверное, какие-нибудь, и все. Да. Вот. Да, а вот у Кирилла некому подавать. Ни бабушки, ни мамочки, никого у бедного нет. Никого. Вот. Страдал он бедный ногами, ревел, боли были адские, а пожалеть его некому. Вот так. Это страшное дело. Страшное дело. Вот. Одного остались. Один одинешенек. Никого. А вот случись что, я говорю, Кирилл, да какая-нибудь да сволочь родня найдется и будут оспаривать последствия. Да. Да. Вот. Тут как тут найдутся. Вот. А сейчас никого нет. Никому не нужен. А тут падлы все прибегут. Вот так вот. Он бегал как, ухлястывал за моей дочкой. Ой, как он за ней бегал. Ой, как он. Михаил, надо это отвести, Михаил. А что он говорит тебе за Михаил? Что за друг Михаил? Священник стал Михаил, да? Вот. Михаил, дружок. А как он даром-то не будет возить, когда он в состоянии умер себе домой? Вот. Не твое говорю, а мое. Нет нахер она. Я возле на нее страшно. Страшно. Я закончилась с ней. И Женя сказала. Женя это что сказала. Больше она мне не нужна. Пока я не умру. Пока я не умру. Она мне не нужна. Так сказала. А? Она так сказала? Я сказала Жене. Вот. Я ее сюда говорю, не пущу и она мне не нужна. Все. Пусть хоть что со мной будет. Сдыхать будут, черт с ним, пусть сдохну. Но только уже больше не надо, чтобы она тут не слесила и издевалась надо мной. Вот видишь, слышишь? Слышу. Что название? Вот. Вот номер опять этот же. Он на телефоне. Вот падла что творит, а? Творит что? А дайте я с ним поговорю. Да не надо. Еще будешь говорить и еще хуже будет. Нахер они нужны. эти самые еще будет больше звонить. Я уже устала, ото всего устала в жизни. Ото всего. Вот видишь, заткнул гневальник. Вот так вот. Ото всего устанешь. Такое вот пожарила курицу, солью посолила и все супер. Все. Даже такую мелочь, как приправы. Приправы там можно было? Приправы все. Все приправы, причем приправы все дорогие были. Сколько Жене пригласило в 2013 году. Они до 2020 года на банках написано были. До 2020 все забрал падла. Все. Вот какой мелочный, а? Какой мелочный. У меня соли морской было. Несколько коровок куплено. Я морскую соль все время покупаю. Вот. Так все украл. Все украл. У меня нога сегодня так отекла. Ой, кошмары. Целая подушка. Ой, кошмары. Я не знаю. Ночью я встаю. Мне хочется ночью есть. Вот. Видно томлетки эти уже на меня так действуют, что голодный желудок делаться. Я встаю, молоко с хлебом ем. Вот. Вот до чего уже дошла. Никогда ночью не ела. Ну, это, скорее всего, таблетки. Таблетки это, нервы, таблетки. Вот. Таблеток очень много. Очень. Вот. Я боюсь, таблетки не буду пить, я с казунков упаду от давления. А их надо пить каждый день не по одной таблетке. Они сильно очень. Бабушка-то ничем у вас не болеет, наверное, да? У нее же коксо-атрос. Но она еще ведь молодая, да? Ей 68. Ой, она еще молодая, конечно. Это молодая еще. это не я 85 лет. Это большой возраст 85 лет. Очень большой. Вот. Это просто нет сил. Вот. Если бы спокой у меня был спокой дома, я бы так, конечно, не болела бы. Такое бы давление у меня не прыгало бы. вот. У меня нет покоя, нету покоя в жизни. А Надя вам не звонит? Я один раз она мне позвонила за все время. Вот. Я взяла трубку, сказала, что надо. Вот я ответила за тапки ей. Покупай тапки, только не мне, а батюшке своем. я сказала, бери хоть какого размера тапки, а мне не надо. Не нужны мне от нее ничего. Она тащила у меня на сотни тысяч обдала товара, а сейчас она что мне не хотели купить? Она вас до нервного срыва доводила, изводила, а теперь опять начала подлизываться. Мама, какие тапочки купить? Изводила меня зарева, я на ходу на встану и падаю. Я так плакала, я так плакала. Да я слышал, я слышал. Я целыми днями сидела, она в туалет даже не пускала. Вот. И до пяти-шести часов есть не давала. Потому что она загородит всю кухню к плите не подойдешь, туалет загородит коробками этими своими чемоданами стен разбирает гору наложит. И я вот так страдала. И сейчас я ее пущу разве? Нет, не надо, конечно, не надо после такого. Вот. И пусть она не думает, хоть кого она тут вызывает, пусть всю изрубит дверь, но я ее не пущу. На халку. Сегодня тепло на улице тогда. Сегодня 18 градусов, но тепло, потеплело. Бабье лето. Да, до которого? До середины октября, по-моему. Ну, так хорошо, хоть тепло будет. Даже вот окна все, все задажены на лоджии дождями. И помыть, и кого позвать, не знаю. вот, чтоб протерли хоть окна. Протерить хоть, протерить тряпкой хоть сырой. Ну, невозможно с залепанной. Вот поправить все так, протрешь мне окна так. Хорошо, хорошо. Вот, ведро воды нальешь, что тут тряпку то можешь отжать ведь. Ну, конечно. Вот. Ой, хоть протереть их с той стороны, они сюда открываются, на балкон. Угу. Не на улицу, а на балкон. Безопасно. Ну, все ухлестаны, все дождем. Вон, какие дожди то были. Только летом то какие дожди. Максим, Максим, давай звони к Кириллке сегодня вечером, позднее только. Вот. И не ругайся, как-то не гонорись, а помирись, и ему хорошо будет. Вот. Хоть с кем-то порчаться. Мне его жалко. Жалко мне его. Очень даже. Я его жалею. Он в Москве не был? А? Он в Москве не был? Не был он в Москве. А что он в Москве забудет? Он работает. Ну, он вроде обещал приехать в этом месяце. Ну, он когда пойдет на в отпуск, тогда заедет в Москву. Вот и встретитесь в Москве то с ним. Он где-то хочет дня на два, что-ли, в гостинице остановиться. А у нас здесь на 8 марта есть гостиница. От нас одна вторая. Там же у вас ресторан напротив вас прямо есть какой-то. Какой ресторан? Кафе? Ну, там бизнес-центр. Бизнес-центр. там на первом этаже. Ресторан? Вроде ресторан. Ну, такой полуресторан, полук. Ну, выглядит как ресторан. Не забегаловка, по крайней мере. А ты заходил? Я там ел ланч. Там есть такое на обед. За 300 рублей 4 блюда. 300 рублей. Вкусно, вкусно, очень вкусно. Там да? Да. Так это напротив нас? Да. Вот я и говорю. золото. А чисто в золото, да? Чисто. Чисто. Очень приличное кафе. Ну, как ресторан, кафе, не знаю. Я не спрашивал уж у них, кафе у вас это или ресторан. Ага. Ну, я слышала, что там готовят вкусно. По-моему, Ля Ферм или что-то типа того, как-то так называется. Ля Ферм? Да, да. Вот. Даже говорит, на дом берут люди. Ну, это вот в кабинет это к себе берут, которые не сидят, а берут с собой, видимо. Там, если ты не бизнес-ланч покупаешь, то там блюда дорогие, не дешевые такие. Не дешевые? Прилично стоят блюда, да. Но там, по-моему, даже есть, сейчас скажу, моллюски там есть, ну, вот эти, как раковины. Но? Вот. Но там не дешево. Ну, значит, цены ресторана. А днем, наверное, до определенного времени кафе. Вот я говорю, там есть такое. Вот так вот. Ну, не целых вечера не будут ланчем торговать. Нет, они только обед, обеденное время. А вот где-то музыка, вот каждые 10 или в 11 часов такая музыка играет. Наверное, там и играют у них. Вот. Вот, наверное. Здесь много ресторанов-то у нас открыли. А у вас вообще район хороший. У вас там, я знаю, даже знаменитостей, по-моему, живет в Тавеловском районе. Да, да. Вот. Это радио. А вот эта почта у нас работает, она на всю Москву. Доставка, знаешь, какая? Ну, как? Да и чай. Это же мне. А? Да, да. Вот она прямо от, как от Билайна туда. Там, да, я видел, там целая куча складов, и там DHL, английские буквы, да? Вот так. Вот тут почта. Вот Вера посылала посылки, это самое, две посылки, две Женечки, она здесь была. Вот. И они мне привезли посылку ту одну, значит, когда, а я ведь не знала, что от этой почты они, он звонит, откройте двери, я говорю, пошел нахуй, говорю, и мне звони. Ты что, говорю, названиваешь тут мне, говорю, вот, жулье проклятое, говорю. А вот почта приедет. Ой, а потом эту месяц посылку то искали мы. Вот, ее передали на Варшавское шоссе. Вот, я оттянула как, все. А приехал курьер, посылку на дом привез. А я его не пустила. А сейчас знаю, что тут переводы можно посылать, но очень дорого все. они в течение суток, даже, по-моему, не суток, они в течение часов могут из Европы доставить заказ в Москву. В течение нескольких часов. Вот как летишь, да, вот как на самолете летишь куда-нибудь, вот столько это занимает доставка времени. Вот я тебе что скажу, что если в Женеве послать посылку, самолет отправляться в такой-то час, с этим самолетом отправляют посылки, и тут же прямо уже через некоторое время звонят, посылку на дом привозят. В этот же день. Вот. Ну, не в этот, так на другой день обязательно доставка уже. Но все равно быстро. Быстро. и здесь платить ничего не надо. Платят там, вот она отправляет, я говорю, Вера, дорого? Да нет, говорит. Я, страховку не делаю, да дешево, говорит, отправлять посылку. Вот. Если когда страхуешь вещи, вот тогда дорого. Вот. А то еще наши почты отправишь, они там где-нибудь распечатают, затеряют. да. Чего распечатают? Украдут все, вытащат из посылок нахер. Это жулье. Да. Жулье. Вот. Ну, давай поправлечься, не болей, да побыстрее писаниной начнем заниматься. Хорошо. Вот. И надо, где партии ждут заявление, ждут. Только будет заявление, и он сказал, как написать. одно заявление на митрополита Арсения написать, а второе на святейщему патриарху. Вот. Ну, как вот в журнале написано, ну, знаешь как, да? Угу. Вот. Вот такое заявление. Чистые пруды, что ли, чисто на адрес, что он сказал мне? Патриархия. Патриархия, да. Вот. Номер пять. Вот туда принесете, через секретаря отдадите, говорит. А то почкой долго идет. Ну, вот отнесу. А почкой можно затерять все. А на чем ты отпечатаешь или просто от руки и все? Можно, в принципе, распечатать на этом, на принтере, а вы подпишетесь. Ну, это самое, как лучше-то? Мне кажется, лучше на принтере напечатать. Да? Да. Конечно. Потому что надо патриархию и этому патриарху написать. Он сказал патриарху обязательно, чтобы он в курсе дела был, что творится, он же не знает ничего. И что из себя представляет этот священник? И митрополиту Арсению, поскольку он говорил, что он патриарх. Вот. И им, он говорит, очень строго займется, говорит. Он не открутится. Вот. Так что, говорит, напишите, мы ждем, говорит, заявление. Ждем. Это называются анонимные звонки. Мы их не принимаем, говорит, звонки эти. Ты понял? Да. А найдешь это, где чисто это? Найду, найду, конечно. Главное, чтобы заявление было. Я на принт не говорю. Отваживай. Долго печатать. Да нет. Я перепечатаю с ваших листов, с ваших слов. Я такая-то, такая-то, такие-то события происходили. Вот так. Потом в конце ваша фамилия вам принесу, подпишите, я тут же повезу. В этот же момент отвезу на чистый продавец быстро. Быстро. А принтер с собой возьмешь? Нет, я отвезу домой, распечатаю, потом опять к вам приду, вы подпишетесь и отнесу. на дом. Ну, один экземпляр, у меня был. На руках. Надо в Но я не могу, я не могу с понедельника по среду, я не могу вот в пятницу или в субботу, ладно? Вот в субботу, в пятницу давай. В ту, значит, начнем работать. В ту, да, уже с той пятницы. В субботу и в пятницу, да? Да. А в пятницу ты не учишься, да? В пятницу учусь, но у меня в пятницу немного пар, немного пар у меня в пятницу. Ага. Ну, ладно. А у меня воскресенье день рождения. В какое? Вот в это. Вот сейчас в это день рождения будет. Ой, сколько тебе? 20 лет? 20. Ой, так это 20 числа, ты 20 сентября родился, да? Да, да. А ты кто по знаку? Дева. Дева? Угу. Угу. Ну, и что, где вы отмечать будете? Дома. Ну, я же не могу пойти в ресторан, я же болею. Дома, мать, накроет, что? Вот. Да, и в ресторане дорого. Зачем? Нет, мы планировали, конечно, в ресторан пойти. Все-таки круглые, даты-то необычные, непосредственные. Да, это круглые у тебя 20 лет, да. Но, так как я вот, у меня сейчас такая ерунда случилась, заболел, поэтому мы это день рождения дома. Да. Да, ничего, вы дома отметите. Шампанского купит, папа-то выпьет, да, конечно. Вот, брат, бабка, все посидите, кто еще, ты, с твоей стороны кто придет? С моей стороны никто не придет, потому что никто сюда ехать не хочет, в Подольск, далеко, я пригласил, ой, да далеко, ой, давай потом отдельно сходим, вот так. Ну, где-нибудь кафе выпьете, кофе там. Да. Вот, отдельно сходите с ребятами, девчонки или кто там будут у вас, вот. Конечно, да, я выздоровлю, я свожу, свожу, но, они говорят, я говорю, ну, вы приезжайте, ну, далеко, ой, как туда ехать, да что, ну, в общем, на этом все закончилось. Ну, это, Максим, с одной стороны далеко, далеко ехать, ведь, посидят ребята, а надо выбирать, правильно? А потом ведь обратно ехать, да, да, с одной стороны действительно. Да, что, это не опасно, засидитесь, ехать, а как ехать? Сейчас очень время страшное, страшное время разгуливать по ночам-то. Сам понимаешь, у каждого родителей переживают, вот, ну, ничего, в кафе где-нибудь посидите, да, и что я, я, конечно, я бы вот так тебе сделала бы подарок, но я, видишь, ты болела, да, да, не надо подарок, зачем? вот, ну, обязательно бы что-нибудь для тебя бы сделала, все-таки, ты неплохой парень, неплохой, вот, неплохой, ко мне относишься нормально, хорошо, спасибо, вот, вот, так вот, у меня вот так, придешь, да, хоть мне часы наладишь, на этом, на мобильном телефоне, батареи, батареи, вытащили из часов все батареи, из одной, часы на этом, так даже по крышку выбросили, ты понимаешь, что, сектор, часы висели на стене, вот, батареи вытащили, и крышкой прикрывалось, и крышку выбросили, и настольный будильник, то же самое, вы же скажите, у вас сейчас на двери, в двери сейчас ключ вставлен? А? Вы ключ вставили в дверь? Какой ключ? Ну, вы же говорили, что если с той стороны вставить ключ, в замок, то никто не сможет с той стороны открыть, вы так сделали? Ну, все время он вставлен, все время вставлен. А, ну, тогда хорошо, а то вы, вы, наверное, рассказывали, как эти бандиты-то наделали дубликатов, зайдут еще, сволочи. Дубликаты у них, у всех, у всех ключи, у меня один замок, и у всех у них ключи есть от этого замка. А бесполезно. Валя тоже сказала, говорит, эти двери ремонтировать очень дорого. Дешевле, говорит, поставить новую дверь. Да. Я говорю, пришел этот, который, фирма, которая делала мне двери эти, Барс, он сказал, 35 тысяч за ремонт. Вот. А новую, новую 40, да? А новую 40. Вот. Ну, вероятно. Я с ума-то не сошла, у меня нет таких денег. Вот. И сейчас вся, они у меня за два месяца, март, апрель, наговорили 7200 на телефон. Она на меня шары выпучила. Эта сына болтала. Да как я наболтаю, говорю, если я была в больнице. Март и апрель в больнице была. Так звонила, наверное, ему... А? Так звонила, наверное, ему в Сергий в посад, вот столько и набежала. Да как Сергий в посад, когда они тут ремонты делали? Какой Сергий в посад? Они ремонт здесь делали. Здесь цикловали пол, эти приходили. Они вот наговорили 7200 за два месяца. Падлы. Падлы. Давай, лечись побыстрее. Ладно. Хорошо. Да трубку-то убери, хоть день-то рождения, хоть поздравим тебя. Ладно. Не отключай телефон-то. Ну все равно что-нибудь придумаю, что-нибудь для тебя подарю. Вот. Давай. Здоров. Спасибо. Вы тоже. Поправляйся. Поправляйся. Здравствуйте. Вы соковыжималку заказывали, доставка? Слушай. А кто нахуй и выжимай сок с него? Вы что говорите такой, Инаин Николаевич? Слушай, иди. И он сказал, этот, говорит, педик, голодный ходит сейчас без него. Без Кирилки-то, еба, реально. Я голодный хожу? Почему? Потому что тот кормит тебя ебарка. Ебарка. А как он меня может кормить, когда он в Америке? Андрюшенька так и сказал. А собака-то где, говорит, у него? Что? Так, она пошла Андрюшеньку ебать, собака-то. Нет, она и тебя ебет. Нет, меня не ебет собака. сказал, овчарку держат для потехи, говорит, для потехи. Ну, вот это ему так делали, он передает рассказы своего детства. А что вы вчера товары не приняли? Я вам заказ сделал. Хохочут, хохочут, парни, хохочут, для потехи. А товар-то что не приняли? Я вам заказ сделал. Ну, и хорошо, и делай дальше. Меня это не волнует. А вы уже с палочкой ходите, да? Нет, с палочкой уже. Уже без палочки. Ну, давайте как-нибудь мы с вами вечером прогуляемся. Ты чего, щенок? Ты всем разговариваешь так, а? Щенок проклятый. А что? Ты двадцати лет, двадцати пять лет не доживешь, сдохнешь. Почему? Сдохнешь, вот увидишь, вот увидишь, подлюга, подлюга. Так не уже двадцать? Тебе двадцать? Вот, тебе немножко осталось жить. А вы знаете, что бог вас за это накажет? Я свою старуху бабку заебал свою старуху. А вы видели? Видел, и Андрей видел, и сфотографировали тебя. Да? Из головы фотографию-то сделали? Вот, сфотографировали, пачка целой фотографии на свою рожу. А что вы не скажете, как вас Петрушков-то послал на три буквы? Меня Петрушков никогда не получил. И строгий выговор ему дали. Ну и что? Теперь он вообще ничего делать не будет. Он разозлился на вас. А на тебя нет? Нет. Папа-то ему запрет поставил меня искать. Все. Успокоился. Да? Папа. Да где он твой папа-то? Как где? Он меня в больницу к вам привозил. Тебя в больницу привозил? к вам. Когда вы лежали к вам подвозил. Ага. Подвозил, да? Да. он пешка. Почему? Он ехал на работу до меня забросил до вас. Пешка на работе знаешь что ФСБ так хохочет. Вы говорит не слушайте этого подонка парня. Он сумасшедший. У нас фамилии нет. Да они вам так и сказали какие есть фамилии. А да 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 Надя скоро приедет? Вот. Слушай пошел в дом. Я хочу с ней встретиться. Да сейчас она разбежалась. Она нам не обещала. Вот она и сказала как только буду в Москве за него возьмусь через органы что он быстренько говорит. Вы за Нину Васильевну сколько брались с Надей? Вы забыли как вы ее подставили с деньгами и ничего у вас не вышло? Ого. Нину Васильевну как подставили со взяткой с Надей и ее подругой? Надей? Ой придурок. Надежда Тоновожилова это подруга Надя. Папа все узнал. Папа все у тебя узнает. И у вас не получилось никак дело. Правильно Андрей сказал. Он говорит хвастун. 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 Значит не есть чем хвастаться. Не есть чем хвастаться. Ко мне собака не ходит ебать. Это Кондрею она ходит. Эй шалавка детдомовская. Почему детдомовская? Это у меня есть мама папа брат сихилистная. Она живет где? Ускопленочная бурятка. Почему вы так говорите? Как то товарку ты стюрил в телефон и показывал. Вот моя мама родила. Вот моя мама родила. Мальчика родила. Все говорит показывала. А вы знаете что я вам хочу сказать? Правильно вам Боровицкая клок волос выдрала. Правильно еще бы палкой дала бы куда-нибудь. Да она мне никогда вот может я и выдрала да. Она уже взгнила. Вам как не стыдно? Взгнила своим хуем мне все. Бабушка побойся бога побойся бога ведь в аду гореть будешь за такие слова. Взгнивший ты эй Нина Васильевна все хохочет говорит станет перед окнами и ждет караулит меня когда я выйду. Нина Васильевна тебе не звонит уж очень давно. Федерат я нормальный красивый высокий молодой человек ехал в маршрутке весь потный говорит рожа красная прыща задыхается я спрашиваю что с тобой у меня гришная у меня гришная гришная мне вот грибака говорит майка вся макрехонька красавец парни то уцарались как хочет а мне жарко было наде это понимала вот вот извинениях нет говорит шуид шуры выпучил подонок ты кроховой а ты кто скольких людей пересадила в тюрьму все поднял папа все поднял я тварь голодная поднял папа дело дары дары поднял ты что что надо перец завтра у меня гости будут мальчики чай будем кофеек пить кучина вот а ты федерации у тебя нет друзей ни подруг никого нет один только ебать как салат и мишка ну хоть он есть и я ему очень рад назовите пожалуйста ваше звание а лю чернога назовите пожалуйста ваше звание черном Звание назовите, пожалуйста. Слушай, Федик, ты не устал еще? Устал. Устал? Это второй Федик, да? Какой второй? Так, два Федика опять собрались. Не бейтесь, да? Не понял. А папка где? А что вы к моему отцу пристаете? Папка-то у тебя. Ну оставьте в покое отца с матерью. Я же не трогаю вашу Марию Константиновну. Папка-то где у тебя? Уедка. Мамка-то где? Бабушка, послушай. Сейчас я бабушке дам трубку. Уедка. 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 Ну и что? Ну и что? А папка-то. А ты ведь копия, Бурятина. Косы шары твои. Андрей говорит, ну-ка, салатай, говорит Мишка. Один глаз туда, другой туда. У меня не косят глаза, неправда. Ну парнишки так смеются над тобой, жопа, говорит, толстая, как у бабы. Это Андрей тебя всяко просмеял. Да? А его как смеяли в школе? Он не рассказывал? В школе он учился на пятерке. Да? Он и школу-то не закончил. Папа все сказал. Папа что сказал? Он получил высшее образование, парень. По торговле сумками. Дурак ты. У него высшее образование у парня. Вы видели диплом? Видела. Врете? Видела. И Кирилл показывал мне диплом медицинского. Ага, врача-психиатра. Да-да. Мы эту сказку уже слышали с Надей. Да, врача. Да замолчи, Надя-то терпеть тебя. Какие на тебя материалов собирают детектив? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты какой? Жидовка детектив-то? Ой-ой-ой. А Алексей говорит, я еще, еще подброшу кое-что детектива. А вы его видели, детективы-то? Алексей-то тоже имеет высшее образование. И я имею высшее образование. А у вас оно есть? Где? На Локасовске. Где ты имеешь высшее образование? Сейчас на четвертый курс пойду, на третий. Будет потом и высшее умение. Высшее образование. Когда вот ты закончил, мудак, а ты его не закончишь, тебя выпиздец. Нет. Как на судить будут? Судить. Андрей говорит, он получит такую статью. За что судить? Ну-ка. Мошенник, мошенник, ты въезжаешь везде. Мошенник, воруешь. Что я украл? Заткнись. Что я украл? Папа! Как 15-то человек? Андрей говорит, 15 человек оборвал денег. Ага. Андрей среди этих 15-ти был. Он же не знает, куда свой хуй-то пристроить. Вот. Вот так вот. А что я у вас украл? Ну-ка, скажите. У меня очень много украл. Я все дала, все дам на директиву. Что украл? Вы мне можете сказать? А вот там известно будет, мошенник. Соково журналку вы подарили. У меня есть запись. Все. Я ничего не дарил. Дарили. Не учил у меня, пока я отвернулась украла. У меня есть запись, как вы мне дарите. Не выйдет интригантка тебе ничего. Не выйдет. Поняла меня? А папа, ты что делаешь? Ты забыла, как ты в психушке лежала? Ты договоришься, что обратно затолкаем с папой. Уже не в тюрьме, а в психушке, да? Не в тюрьме, а потом в психушке во втором году. А Надя вытаскивала. Все подняли документы. Ой, ну документы представь. Представлю Петрушкову. Я же ему уже представлял их. Он и перестал мной заниматься. Петрушкину отдавал документы, да? Вот он и не стал меня искать. И Петрушка что сказал? Говорит, все понятно, стоит на учете. Все понятно. Ну, конечно. А Петрушкин где, на ком учете стоит? Он капитан, высокопоставленный, благодарности сколько. Недавно только его материл, обзывал. Он такой секущий капитан из деревни Машкино. 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 Из деревни Машкино. Петрушкин. Откуда вы знаете? Так и ты. А вот и знаю. Я все знаю. А он сказал, психически больная, все, справки есть, до свидания. Ой. Он же вам сказал, что разговаривать больше с вами он не будет. Он со мной разговаривает. У меня мобильный его телефон. Мы с ним беседуем. Он с учет его, говорит, им займутся, говорит. Займутся. Вот занимаются, никак заняться не могут. Парень, парень сильно больной. Сильно больной. Вот. Он там на тебе данную в психушке через дорогу, все. На меня там ничего нет, потому что я никогда там не лежал. Кирилл сказал. Я там его видел. Он, говорит, там находился. Он меня сразу, говорит... Да он так-то, лысый. Ничего он меня не видел и не знает. Он тебе наговорит. На колебу. Он знает тебя. Ты лежал. И ты его сразу, говорит, как только меня увидел, сразу... Волшка, ты давай мне не придумывай, поняла? Я домой пойду, я домой пойду. Я наоборот сказал, я никуда не пойду, я никуда не спешу. Сел и сидел до конца. И, говорит, я стою, а он, говорит, прямо ко мне вот лезет, прижимается ко мне, говорит. И прижимается. Это ведь ужас, говорит. Кому я прижимался? В лифте к Андрею прижимался. Ну что вы придумываете-то? Ну вы-то что придумываете? Какой лифт? Чуть не обливался, говорит, а? Он вспотел, говорит, у него там все внизу трясется, он ко мне, говорит, прижимается. Он что, баба, чтоб я к нему прижимался? Вот ты до чего распущенный больной парень. А вы здоровая, да? Так, маньяк высшей категории маньяк. И ходу, и ничего мне не делать, да. И ни хера не бы шла. А нет, парень, за чем мы, говорит, с ним будем говорить, с маньяком? Все ребята, все, говорит, наши знакомые ребята называются вот педерашка. Да? С Рождеством Христовым, бабушка. Дедушка, мне твое поздравление не нужно. А мне не нужны Наде на проклятие. Поэтому ей речи, ей плечи. Ну что там, Светлова? А? Ну что надо, что? Я хочу поговорить с вами, спросить, как... Позвони Людмиле Алексеевне и ее внучкам, красавицам, поздравить их. Так я вчера с ней гулять ходил с Лизой. Ну вот и гулял. А ко мне что звонит? А почему Алексей с Андреем могут звонить, а я нет? Да, они могут, они могут и приходить, они приходят. Когда Нади нет. А Надю-то они боятся. Ничего они не боятся. Они позавчера были. Да? Да. А почему их Наташа не видела? Да, мне нацрать на твою Наташу. Она кое-как ходит. Ведь она вот-вот. И квартирка-то кому достанется? А что-то при смерти? Квартира мне? Ну. Да. Вот переселись к ней. Так я буду вашим соседом. Вы только спать ложитесь, а я вам в стеночку ток-ток-ток-ток-ток-ток. Ток-ток-ток-ток. Переселись к ней. Переселись. Ну и как? Уже встали со суба? Он в вечернице в белых столбах. Кто? Вот. Сын узнал. Сын узнал, где ты лежишь. Да нигде я не лежу. Вы уже не знаете, что придумать. Как выкрутиться. И так. И все узнал. И все узнал. Да никто ничего не узнал. Ты тебя не звонишь, она тебе сказала. Кто? С восьми лет ты на учете. С восьми лет. Лаву же не знаете, как придумать. А никак не получается. Уже и так. Восьми лет. Сын узнал. Нигде ничего не получается упроводниться-то. Ну, Тракушка, тебя ведь никто с днем рождения не поздравил. А я вот тебя поздравила, подарок подарила, принимала тебя. Ага. А потом вы сказали, что я у вас украл этот подарок. Очень интеллигентно. Вот у меня, у меня, знаешь, целый балкон коробок. И я Алексею подарила. И Андрею подарила. Подарки. Вот. Ну, вы же в краже их не обвинили? В краже тебя? Их. А на меня сказали, что я украл. Чего украл? Соковыжималку. Соковыжималку? Нет, я тебе подарила. И я никого не обвиняла. А у меня есть запись, где ты кричишь. Что украл? Что украл? Кого? Пока, знаешь, на кухне тебе блинчики грело. И совестный ты. Ничего я не крал. И все не взяли. И ходят ко мне. Вот так. Мои друзья. Да? Да. А я в ваш доме тоже был. Мои друзья. Они наличали. Они мне угощения наличали. Я им подарки сделала. Все, какой ты мне справа, мне указывалось. Зачем вы? Вот. Зачем враньем занимаетесь? Что я у вас... А тебе, а тебе чего Наташка подарила? Да она тебе полчашки чая не дам. Она мне амулет подарила. Что? Амулет подарила. Амулет. Да я бы его вообще бы на одну минуту не пустила бы в квартиру. Так я был в ее клетушке не раз. Что сказала? Сказала Наде. Надя? А я был у нее не раз. Наташка реализирует. А ты бы был как друг. Вот. Общался бы. В гости бы ходил. А ты говно поганое. Вот. Понял? До свидания. До свидания. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аминь. Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аминь. Тебе дать номер телефона этим буддовском, Людмила Алексеевна. У меня есть? Вот, позвони и поздравь. Да? Я вас поздравляю. Ну, говори, что нужно. Дай бог вам здоровья. Дай бог вам здоровья. Дай бог вам здоровья. Вот, вот, знаешь что? Ты бы был парень, как парень. Так ты бы, ты бы никогда себе не позволил такое. А ты что? Тебя можно только, тебя парни называют подонком, грязным подонком. Уж почище их. И не толстый. Грязный, говорит, подонок. Ни друзей, ни подружек. Почему? У меня Кирилл прекрасный, замечательный друг. Никого. К Романовским только один. И хорошо. И все. И больше никого. Мне его достаточно. И ты себя познакомила с Кириллом. Тебя я познакомила. Ну, спасибо вам большое. Какой подлый, такой подлый, ничтожество, а? А у вас все подлые. У вас и Кирилл подлый, и я подлый, и все подлые. Одна вы не подлая. У меня не подлых нет. У меня, Алексей, уже сколько времени мы общаемся с Андреем. Да? Они, как знаешь что, они ведь ничего у меня не своровали. И я ничего не своровал. Ты своровал наши все фотографии. А зачем они мне нужны? Записные книжки мои, или сзрали на сумке у кровати. Михаил Васильевич, Михаил Васильевич все украл, а не я. Они никуда, они ребята придумали. Мне тогда по квартире не шнырились, как ты. А где там шнырится-то 35 метров? Бог с тобой. Вот я сижу. Пресвятая Богородица, Матерь Божья, семистрельная икона. Пронзи этого подонка вот этой стрелой. И она тебя так накажет сегодняшний праздник. Смотри, 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 Максюшка. Она мне только здоровье дать, Богородица. А лживую Давыдову Зинаиду накажет и покарает стрелой. Огонь, огонь, накажи ее. Вот так. Вот так. Ты приди, посмотри, какая икона. Ты упадешь, упадешь на пол. А вы откройте мне дверь. И будешь плацать и просить прощения. Вы откройте дверь. Ну что надо? Я ведь могу тебе черный список занести. Я приду к вам. Вы откройте мне двери. Вот, я тебя могу, и ты набрячивать мне не будешь. Я приду к вам. Вы откройте мне двери. Тебе Наташа откроет. А вот. И увидишь наши новые двери. Да. Видел их? Видел? Видел? Как они выглядят. Расскажи. А вы что, видели меня, да? Дверь красивая. Железная такая. Расскажи. С ручкой золотистой дверь. Ага. Дальше. Красивая, железная такая. Ключом длинным это самое. Наташа показывала мне. Это самое. А? Что самое-то это? Так я говорю, с ключом стрим-то. Эти грязные снимки и отдал Наташке. Наташка тебе открыла дверь и положил на кордонную коробку, на которой стоит чемодан. И ушел. Вот. Тебя даже близко нам не пустила. Какие снимки? Ты понял? Нет. Ну ладно, все. Это в прошлом. Я тебя прощаю. И Господь Бог тебя прощает. И я вас прощаю. И Господь вас прощает. Сегодня праздник. Праздник. Пресвятой Богородицы. Все. Матери Божьей. И я вас прощаю. И Господь вас прощает. Смотри, Максим, не шути. Не шути этим. Я нет. Я говорю, я вас тоже прощаю. У Алки купил снимки и выставил меня в интернет. И собирал деньги. Алексей собирал деньги. Выгнали ведь? Ничего не выгнали его. Он командир завода 20. человек назначает их на дежурство. Ну вот, повысился взводник. Открался он. И все здесь участковый. Он купил это место. Место за миллион начальника. Начальника вытурили. Сейчас новый. Понял? Да, я вас прощаю за всю вашу ложь. Ты знаешь об этом? Да знаю я. И Петрушков все равно остался. Да он взводом командует. Че он там? Копейки не будет иметь. Ну и что? А участковый золотое дно. А сейчас кто участковый? Боровицкий? А сейчас, привет, повсюду. Как? Очень, очень трогий подполковник. Да, а че же подполковник и участковый? Че-то как-то не соответствует погонам. Не соответствует. И в центральном округе есть подполковники. Ну у меня папа тоже подполковник. Подполковник. У меня папа тоже подполковник. Че он соответствует? У меня папа тоже подполковник. Ну что сейчас? Ты без Петрушкова-то делать будешь, а? Ну с этим налажу отношения. С этим наладить? Да. С этим не наладить. Ну как? Нет. Он приходил вот сейчас к нам. Надя вызывала? А кто вам руку сломал? Надя сломала, да? Нет, она никогда мне не сломала. И ломать не собиралась. А как так получилось, что вы руку сломали? А это мое дело. Как она у меня не сломанная, во-первых. Дурацкая. Не знаешь ничего, говоришь. Вот. Ну, Петрушков сказал, что Надя сломала руку. Нет, у меня рука сломана. Она у меня болела рука. И мне сделали бангетку. А что тебе, Анка-то? Анка-то дала ведь снимок? Дала. Ну так вот, за деньги. За деньги, да? Да. А я ведь ее все равно заканаю. А зачем? Если только ее ставят на работе, я все инстанции пройду, но ее выживу в пятое место. А зачем такой праздник делать людям плохо? Вам не кажется, что вы всю свою жизнь людям только плохо и делали? Не стыдно, а? Алло. А что ты трупу-то бросаешь? А ты что, постарался? Нет. Ты не тащит. Пошел к нам. Меня Нина. Меня Нина Васильевна послала. Да, о. Да, да. Что случилось? Добрый день. Добрый. Пол девятнадцатого, пол девятнадцатого, я только-только встала, полночи не спала. И этот сволочь звонил мне раз пять-десять, не знаю. Вот. То позвонит, черточка выходит, то в региона, то. И пол девятнадцатого, стук такой в двери, обалденный. Я даже пристала на кровати, платье начала натягивать. Вот. Оказывается, злое. Один орет мне таким приказательным. Открывайте дверь. Я говорю, подождите, я еще говорю, только встала. Дайте одеться. Ага. Я говорю, вы откуда? Из полиции. Мялся-мялся, а потом сказал, из полиции. Ладно. Я дошла до дверей, приоткрыла двери, конечно, все стоят двое. Один такой полноватый, а другой молодой, тот в рот воду набрал, молчал. Молчал. А этот с бумажкой в руках, бумажка в руках, у него маленький грызок. И я смотрю, нет, вначале я не врубилась. Я говорю, а что такое? Вы звонили по 0,2 такого-то числа? Я говорю, я не раз туда звонила. Ну и что? Говорю. Да вот, мы пришли расследовать. Правильно-то вы говорите, что участковый торгует наркотиками. Я говорю, все верно. А чем вы можете подтвердить? Я говорю, письменно в заявлении будет подтверждение. И на Колобовский переулок пойдет все это, говорю. Вот туда только и там разбирать-то будут. Вот он начал. Это вы оскорбляете начальника собственной безопасности. Слушаешь, да? Да-да. Я говорю, а когда я обращалась к нему, он трубку бросил. Он не стал даже слушать меня. Что ему слушать меня? Я говорю, на лапу не надо брать, и все нормально будет. Я говорю, а это что такое? Коробки-то стоят, где чемодан там наверху стоит. И не положен этот самый телефон записывать. Специальный бренд Крунет и официальная группа Спидова и Бахка. А где-то он, телефон лежал, включенный. Вот это да. Я говорю, а что ж вы это включили, говорю. Это так, руки взял, это так я положил. Я говорю, нет, я не дура, говорю. Вот. А что мне бояться? Мне бояться ничего. Заварилась каша, кашу надо расхлебать вовремя. А не потом, когда уже поздно будет. Понятно? Вот. Я сказала, меня только за день, за день. Я очень спокойная. Я очень уважительная к людям. Ну, заденут меня, растопчут, как глядут. Вот. До конца доведу. И до конца доведу. Хватит надо мной смеяться. То бегали. Все написали мне. Да. Да, да, да. То это самое, в двери пинали, то еще что-нибудь продолжение следует. Хватит уже, хватит. Мне уже не тот возраст. Я тогда терпела страшно и плакала, и терпела, и все. Унижение-то на весь дом. А сейчас я унижение терпеть не буду. Не буду. Вот. Получай свое. Я позвонила потом. Ага. Так вы не будете говорить? Им хотелось зайти ко мне в квартиру. Зайти. Вот. И вы напишите объяснение нам. Я говорю, не скоро я объяснение писать не буду. Вот. А в квартиру я говорю, никого не впускаю. Мне подбросок не надо. Он понял, какие подброски. Ага. Специально для пранка Рунет и официальная группа Спидова и Бабка. И потом отскребайте. Я, конечно, только-только стояла прямо в открытых дверях. Ага. Нам соседи вот настучали, в домофон звонили. Алло. Да, да. Нам соседи, там что, там пересчитывать тебе. Да я на улице. Я на улицу вышел. Сейчас на работе. Я, я, вы не открываете двери. Я говорю, знаете что? У меня звонка нет, говорю. А номер у меня другой, нефотерный. А соседи, это их дело. Они тут себе, говорю, открывают и впускают. А ко мне зачем купить людей-то? Зачем? Который, я не знаю, ко мне с кустами. Тут все шайка лейка заодно. Да. Я позвонила в Северный округ и с женой зафиксировал мое заявление. Дал номер. Все. Я объяснила эту ситуацию. Он молчит. Я говорю, так отсюда вы послали этих людей ко мне? Молчит. Ага. Я позвонила в наш отдел милиции. Он мне сказал. Говорит. А вы, говорит, зачем открывали двери? Для какой надобности? А если вы открыли двери? Да. Звоните, чтобы вы послали наряд и этих людей проверили. Вот и правильно. Ничего не тот. Вы обалдите. Правильно. С ума сошли. Зачем вы им дверь-то открывали? А я дверь. Они могли шарахнуть и все. Тем более, какая милиция приходит в полдвенадцатого ночи? Вы чего? Не ночи, а дня. А, дня. Но все равно. Все равно не надо. Может, это какие-то левые формы уцепили и убьют нахер. А этот вот у нас самодельник спросил. Они что, в форме были? Я говорю, нет в гражданском. В дюках и в руках. О, тем более, ой, в гражданском даже. Это вообще какие-то левые были. Специально для пранка Рунет и официально для группы с Пидова и Барка. Да дергался. Он задела банду. Банду тут задела. Алло? Да, да, да. Вот. Задела банду. А раз банду задела, надо ее как-то утихомирить. А вот они и пришли ко мне. Это тогда наряд непростой приезжал. И сегодня непростые были. Один, два, четырех. Вообще. А как они выглядели? Поскольку летом... А сейчас молодому лет, наверное, двадцать восемь. А этому лет тридцать пять. И толстый один, а другой худой? Один худощавый молодой. Одет к величину. К величину, молодцы на нем. Этот тоже туфли на нем. Замцы, волосканутые. Вилки. Вот. И потом кто-то в двери начал. И этот молодой подошел, что-то шоптал там. Шоптал. От лифта-то дверь. Я говорю, а это кто у вас там? Да это в статистике. Мы разговаривали с током. Я говорю, ага. Значит, они не злые были. Ни в коем случае не открывайте двери. Вы с ума сошли. Вызывать надо было сразу милицию. Правильно он сказал. Но этот безумный мне сказал. Вы чего говорите? Зачем вы открыли двери? Надо было сразу милицию вызывать. Надо было... Ой, какую вы глупость сделали. Их бы схватили бы и все бы. Ну, они охотятся, охотятся, вступят меня. И этот вот шапнул, шапнул, молодой-то, вставал. И пошли. Понял? Вот так. Пошли. Вот. Вот так вот. Тут расшевелило гнездо я. Ну, ладно. А гнездо расшевелить, расшевелить, подсказал толстожопой, что он у них служит. Вот так. Ну, ладно, давайте завтра позвоню, тогда приедем, поговорим обо всем. Ладно. Ага. Давайте. Все. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Алло. Что надо? Что тебе надо? Ну что надо? Кок. Мне нужен кок. Что тебе надо? Где мой кок? Хуёк. Кок. Нет, не хуёк. Кок. Мне нужен кок. Вот. Заткнись и сюда не звони, пока я не сдала номер твой в полицию. Мне говорили, что здесь кок. Вот. Ты понял или нет? Хуёк с ёбаный. Мне кок. Кто это? Кто это? Что надо, федерат? Да. Нет, а кто это? Федерат, что надо? Что, в милицию написать заявление? Ага. А? Федерат, сейчас. Да, чуть-чуть. Заткнись���你要 улузти, Низитин рекоменда начинает развиваться? Нит, а? А? Пропил zal prix 나가ь lelon, Пропил uranium на philosopher. Да я тебе песенку спел, как чё. Я тебе песенку спел, ага. а а а а а а и да нет то что нет а а и а и 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 Ноголовочку туда! С новым шпидом! С новым шпидом! С новым шпидом! Ведки собираешь? Ходишь, да? Аааааа Аааааааа Аааааааааа Да взводишь, сюда! Да, ребят, пацаны и осталось Ну что нужно? Проклятый, сволочь. Вонючка проклятая. Журналист поганый, вонючий. Так, давайте на скрытый нейтрихать. Журналист, ты мне что назвали вас целыми днями, а? Я хочу выяснить, я хочу выяснить, кто виноват. Вдохни, гадина. Я хочу выяснить, кто виноват. Вонючка, сдохни, ебучая тварь. Отец, кто заебал тебя, в жопу, бедно. У тебя мозги-то кренделем пошли. Вонючий, падла. Нине Васильевне звонили с управления, Сусакова звонила, и она дорабатывает. Давно, ябаная. Две недели дорабатывает всего. Сиди, воняй, воняй, сиди. У Боровицкой. Жёте. Жбун. Жбун. Жбун, блядь, гороховый. Жбун, блядь, вонючий. Не трогай. Да. Напилась уже, да? Хуйна. Да. Ты подохнешь, блядь, подохнешь. Да ты уже дохлая. Разрывая, без денег сидишь. Боровицкая-то не даёт, но ебли туда. Заебли тебе, драная кошка. Заебли. Подзаборница. 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 Томборница, товзаборница проклятая, проклятая, ома проклятая. Федератская, ебаная. Проклятая, проклятая, ты постоянно проклятая. Ох, я тебя! Води сюда, проклятая! Води, проклятый, зарабанка! Чтоб тебе башню пересовырела на бок! Все, заткнись, заткнись, заткнись! Че тебя порит, а? Тебе че порит-то? Тебе что надо? Что тебя разрывает, а? Что ты жопу берешь? Ты, падла, вонючая! Ты жопу... Ты ведь сейчас не можешь говорить! Назрала, как тюлька! Ну, завтра утром опять метелку возьмешь и будешь опять мести около нашего подъезда. И лакать, вязать пальцы с помоек. У тебя глотка скидовая! Курва! У меня очень жопочка красивая! Рак у тебя в глотке! Рак у тебя в глотке! Рак у тебя в глотке! Ты задохнешься, гадина! Тут сраться можно, да? Захнешься, гадина! Гноем и кровью оклятая! Да хохочешь! Да хохочешь! Гайлоп, агамэ! Лёп! Повсури, сходи, посмотри! Алло! Что вы... Что посмотреть? Что коза посмотреть? Это скука! Что посмотреть, коза? Коза! Повсури, сходи, посмотри! Что? Проклятый, проклятый, будь ты проклятый! Ой, ты ёб твою душу, мать, блядь! Боровицкую тут заебли там кошку! А ты... А ты держишь хуй, чтоб её тупаха не босса! Распекутка проклятая! Вот ты скотина подлая! Распекутка заебли её кошку! Ебут её вновь! В рот, в глаза! Везде её заебли кошку драмы! Горбатую! Горбатую, заебли! Сара-то уже вяжёт её проебли в жопу! Заебли! Заебли тебя вместе с ней! На пару! Козлы! 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 Вот получите вы! Все номера у меня записаны! Я завтра, сволочь, дам сообщение! Ты знаешь что? Ты обсилишься от страха! Какой тебе страх за хулиганку преподнесут! Алло! Как ты в стояночке-то машин? Жулик! Жулик! Тебе знаешь что? Пиздец! Жулик отобрали в стояночку ту! Квартиран-то того не есть, сколько живёт! Подок закончилось! Закончилось! Шуровали! Шуровали! Сидишь там наяривая сдура! За пятка петля! Назвёшься и наяривая сдура! Тебе знаешь что? Пизду-то просветит где надо! Не будем знать! Ой! Сердник там! А её наёбывают! Ой! Наёбывала людейца! Ёбаный в рот! Наёбывала людейца! А сейчас горбатый отрубает! Горбатый убли за рту тупенно! Ты жёпит умолчь ей! Вези меня! Моёшь! Моёшь! Бои не всё сейчас! Командирца! Нынь с командовалась! С собой корову и кота! Командовалась! Командирца ёбаная! Ёбаный в рот! Тебя проебли во рту тупенно! Ну сиди сейчас на 13-м автозон наяриваешь! Ко мне! Придурок ты! Вот там-то мы разберёмся! Придурок! Чем ты занимаешься? Придурок! Лагерный! Придурок! 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 Она не будет тебе на бутылочки подавать! А завтра будет сообщение снова! И снова! Её так затрясут! Она все денежки вернёт! Ещё с квартиры же берут, что на первом автозон! Где эти деньги? Если она продала... Вот ставят её вернуть эти деньги! Старая-то уже вяжёт её проебли в жопу! Аббасов ей в жопу летал! Рашид Таглы Аббасов непрофессорно бегает по дому! Старая ведьма! И торгует наркотиками! А прятали наркотики-то у неё, у Боровицкой! Вот так, заначник был! Сука, заткнись! Заткнись, сука! Я много не знаю, что! Стартер опять сообщение дам, что я какое новое! Ты что получишь за политару? Мне люди всё рассказывают, всё про неё, про её проделки и проделки Татьяны Андреевны Мирменко! Ты подохни, блядь! Подохни! Сказал-то все, которое тут соединение установлено! Ты подохни, блядь! Подохни! Я сейчас вызову милицию этой Боровицкой! Я сейчас вызову! Я в одну твою мать! Вот, что хулиганство она разводит! Да, Боровское хулиганство! Я сейчас вызову! Что вы в двери-то мне ломитесь! Стучите! Это я сейчас сделаю! Бухгалтерию развела Боровскую!